Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал. Добро пожаловать! Если вы в гостях первый раз, давайте знакомиться. Как и всегда, большое спасибо всем тем, кто смотрит меня постоянно. Девочки, вы попали в классное видео. Я надеюсь, что у вас уже есть новогоднее настроение. Если нет, сегодня я постараюсь вам его подарить, создать, потому что я приготовила для вас классную, стильную, реально волшебную подборку образов с примеркой на мне, с новогодним настроением. В чем можно встретить Новый год, причем неважно, как вы планируете его встречать. Просто дома, в узком семейном личном кругу, или отправиться куда-то с друзьями, может быть, какая-то вечеринка домашняя намечается, я думаю, у всех они будут в этом году домашние. Для любого повода у меня найдется для вас образ, для любого типа внешности, в общем-то, тоже и даже для разных фигур я вам все покажу на себе. Все классные вещи, большинство из них сейчас в продаже, ссылки есть внизу, и я про все расскажу, прокомментирую каждую вещь, что я про нее думаю, рекомендую или нет покупать. Если вам интересно, если вам хочется вдохновиться и найти свой новогодний образ, то оставайтесь со мной и давайте начинать. Сразу скажу, что любимчиков среди образов, которые я буду вам показывать, у меня нет, порядок абсолютно произвольный, как вот мне приходит это в голову, и я бы в любом из них могла встретить Новый год, либо я каждый из них буду надевать в течение новогодних праздников. Первый комплект, который я вам покажу, мне нравится очень сильно, я про каждый, наверное, это буду говорить, и он реально вечерний. Либо если вы любите такой стиль, если вы куда-то планируете реально нарядиться, а может быть вы и дома будете наряжаться, что я считаю тоже классно, и нужно это делать. В этом образе у меня есть несколько реально крутых вещей, первый из которых это вот такой потрясающий бархатный смокинг. Это просто отдельная, конечно, тема для разговора. У меня в гардеробе никогда не было именно смокинга, да еще и бархатного. То есть, казалось бы, это реально очень вечерняя вещь за счет своего кроя и материалов. Здесь бархатный полностью сам пиджак и, соответственно, атласный вытянутый лацкан, он двубортный, также тканью обтянуты пуговки. Это 12 Stories, российский бренд, который я просто обожаю. Мне очень нравится их философия, их эстетика. Мне очень нравятся девочки Ирина и Марина, которые стоят за этим брендом, поэтому мне вдвойне приятно ощущать на себе их вещи. Я реально очень довольна качеством. В 12 Stories практически всегда изумительная история с качеством, поэтому могу рекомендовать. По поводу того, что вещь достаточно вечерняя. Что я хотела сказать? С одной стороны, да, материал икрой очень вечерний. И вас такая вещь выручит, ну просто, как практически любом при желании, вечернем выходе. Можно по-разному его обыграть. Я к тому, что такая вещь, она в гардеробе на долгие годы, если она качественная, как в случае с данным конкретным пиджаком. Но также его прекрасно можно надеть не только с супер вечерними какими-то комплектами, как я вам сейчас покажу, но и просто с джинсами, синими, голубыми, белыми. Неважно, вниз надеть бельевой топ или, допустим, не знаю, футболку буквально. И это тоже будет классной, более каяжольной, более расслабленной, но все еще вечерний выход куда-то не на грандиозное вечернее мероприятие, а на вечеринку или посиделку с друзьями, с подружками где-нибудь в баре или, может быть, даже на свидание. Я этот пиджак в примерке, вы все увидите отдельно. Я вам буду показывать детали вещей поближе, пока я про них говорю, а всю примерку и полный образ я сняла для вас так красиво. Подождите чуть-чуть. После того, как я прокомментирую вещи, вы увидите полностью, как это все смотрится на мне. И это реально, ну прям для меня новогоднее волшебство. Я его в примерке надеваю на голое тело. Он очень хорошо застегивается и там ничего не видно, имейте в виду, так тоже можно его носить. К этому пиджаку, к этому замечательному вечернему смокингу я добавляю вот такие вот брюки. Да, это не юбка, это не платье, это вот такие широкие, длинные, очень длинные брюки полностью в пайетку. Причем мне очень нравится цвет, потому что это не черные пайетки и не серебристые. Это такое черненое серебро. И смотрите, насколько круто. Вот вам сейчас, может быть, светопередача не совсем передает еще освещение. В Москве такое, что в три дня будет уже просто ночь. Это все лирика. В образе отснятом фотостудии с фотографом вы увидите, как в реальности круто это сочетается. А если вы подписаны на мой инстаграм, что с рядышком я его здесь оставлю, и ссылка есть в инфобоксе, то вы уже могли видеть именно этот образ на мне, его фотографии, потому что я уже выкладывала ее в инстаграм и в посте, и в сториз. И вообще в инстаграме у меня много всего интересного, поэтому если вдруг вы не подписаны, обязательно подписывайтесь, я там постоянно чем-нибудь делюсь. По поводу брюк. Реально классные. Это Lime. Это текущая их новогодняя коллекция. Ссылки на все вещи, которые сейчас есть в продаже. Или на что-то похожее. Если вдруг чего-то уже нет, я оставлю для вас в инфобоксе. Мои параметры есть там же, так что проверяйте, сравнивайте с собой, чтобы понимать, какой вам нужен размер. Чем они хороши, чем мне они понравятся. Во-первых, цветом пайета, как я уже сказала. А во-вторых, они полностью здесь внутри имеют подкладку. Подкладку, то есть еще одну брючину, это по сути двойные брюки, и благодаря этому они не колятся. Часто проблема вещей в пайетке, платьев, брюк, юбок, то есть тех, в которых нам нужно садиться, в том, что когда мы садимся, они начинают доставлять нам дискомфорт. Здесь этого нет. Полностью продублированные брючины, они вот такие широкие, свободные. Это по сути как брюки палаццо. Смотрится очень классно, очень эффектно в движении, с высоким каблуком. Там у меня туфельки из Zara, они тоже, по-моему, или из текущей, или из постоянной коллекции. Оставлю ссылку, если они сейчас есть в продаже. Смотрится, ну, просто сногсшибательно. И также, конечно же, какой вечерний образ у нас будет без подобранных, красивых, эффектных украшений. Этот комплект я дополняю вот такими крупными. Вы все увидите ближе, и на мне, и отдельно. Сельгами. Это двойные кольца, ну, даже не двойные, там больше таких окружностей. Я заказала их в магазине Poison Drop. Я нежно люблю этот магазин уже очень-очень долгое время. Мне кажется, где-то с полгода, наверное, как я с ним знакома. И большая часть моих украшений оттуда. Потому что меня устраивает полностью все, что может мне дать Poison Drop, как магазин украшений. Выбор по цене, условно, от 1000 рублей, ну, и до самых дизайнерских украшений, типа Изабель Маран, Оскар де Лоренто, Марни и тому подобное. Там есть дизайнеры со всего мира, от наших российских, которых я очень люблю поддерживать, до иностранных. Соответственно, Грузия там есть, у них совершенно сумасшедшие просто украшения. Быстрая доставка, можно заказать 10 украшений, если вам что-то не понравилось, или вы передумали, можно бесплатно это вернуть. В общем, Poison Drop я нежно люблю. У меня оттуда большая часть моих украшений, и эти серьги в том числе. И они очень эффектно смотрятся именно в вечернем образе, и классно с собранными волосами. Потому что кольца достаточно крупные, они воздушные, они не тянут уши вообще. Но если их ставить в распущенные волосы, то их просто будет, по сути, не видно, потому что они очень воздушные и тоненькие. А вот с шишкой, высокой или более низкой, такие украшения смотрятся идеально. И еще мне хотелось как-то подчеркнуть тот факт, что жакет смокинг надет у меня на голое тело. И я решила сделать это с помощью того, что вы сейчас, конечно, ничего не увидите, потому что это очень воздушное и деликатное украшение. Это на тонкой серебряной цепочке в серебре кулон круглый, в центре которого есть бриллиантик. И оно садится на вас по типу галстука, то есть вы за шеей завязываете украшения, и вниз в декольте, у меня, конечно, декольте достаточно скромное, но тем не менее, вниз спускается вот эта цепочка. Это выглядит так изысканно, тонко и красиво. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как вам образ? Пишите обязательно в комментариях. И вообще делитесь не только про этот образ, но и про остальные. Мне будет очень интересно послушать. Я получила такое удовольствие, не помню, говорила я или нет, снимаю для вас этот ролик. Я очень надеюсь, что вам он понравится. А мы двигаемся дальше, смотрим следующий образ. Давайте посмотрим что-то, что подойдет как раз-таки для реально домашней встречи Нового года. А именно, я предлагаю. Как вообще вот дома вроде бы нарядиться, но при этом чувствовать себя комфортно. Тут есть несколько вариантов. И один из них это выбрать классный яркий цвет. И я выбрала как вариант для домашней вечеринки новогодней вот такой вот совершенно фантастический. Боже, как мне нравится этот цвет. Кардиган. Он длинный. Вы все увидите на мне, как я люблю говорить. С объемными фигурными рукавами. Самая соль этого кардигана это его пуговицы. Ну, помимо цвета. И мне нравится, что он такой оверсайзный и свободный. Это, конечно, пуговицы. Я покажу вам их ближе. Они жемчужные с золотом. И такие пуговки сразу делают вещь не просто домашней, уютной, а празднично домашней, уютной. Это топ-топ. Еще один из брендов, которые я обожаю. Это российский, питерский бренд. Реально нежно люблю. Ношу их вещи с огромным удовольствием. Ношу уже больше года. Я прошу заметить, это правда. Я ношу некоторые вещи топ-топ с огромной чистотой. Больше года у меня ботинки, которые я носила всю прошлую зиму. И эту ношу, потому что это самые удобные ботинки. Кожаные. Идеальное состояние, даже учитывая московские реагенты. Я ношу их трикотаж. И это, собственно, тоже трикотаж. Здесь у нас вискоза, смесовый состав. В общем, я ручаюсь. Вот прям 100% вам за качество топ-топа. И если вдруг что, у них есть, опять же, бесплатный возврат. Вы можете примерить, не подойдет, вернуть. Но я их люблю. Здесь вообще у нас размер one size. То есть не подойти, ну, практически такая вещь не может. У меня уже есть такой кардиган в нежном лимонном цвете. Цвете лимонного мороженого. Ну, вот это фуксия, девочки. Это космос. Причем она подойдет как блондинкам. Классно будет смотреться. Так немножко как барби. Ну, в хорошем смысле. Так и брюнеткам. Будет очень красиво. Вот у меня корни темные. Смотрите, как будет эффектно. И еще, если вдруг вы малышка. У меня рост метр семьдесят. Если вы метр шестьдесят. Или еще ниже. То вы можете надеть его, особенно для домашней вечеринки. Например, вдвоем с любимым человеком. Просто как платье. Я пробовала надеть его как платье. Лучше не надо. Даже для домашней вечеринки. Это очень коротко. Поэтому я к этому кардигану добавляю самые простые, базовые. Ну, наверное, они у многих есть. Или такие, или подобные. Белые джинсы. Белые, потому что это яркий цвет. Это, опять же, торжественный цвет. В сочетании с ярким розовым. Сейчас вы это все увидите. Это смотрится обалденно. Очень освежает. Даже учитывая, что белые не у лица. Весь образ просто становится более свежим. Более сочным. По обуви у меня там, причем, такие классные тапочки. Я их покупала на распродаже в Заре. Джинсы, кстати, манго. Но я их покупала весной. Поэтому их, скорее всего, сейчас уже нет. Это просто прямые. Не скини. Они сидят так вот плотненько. Но не совсем в обтяжку. Я посмотрю для вас что-то похожее. Здесь модель то ли boyfriend relaxed, то ли mom relaxed. Что-то вот подобное. Это было в манго. Я вам поищу. У них, причем, еще застежка на пуговице. Что не самое удобное. Особенно для тех, у кого длинные ногти. Имейте ввиду. И по поводу обуви. Я начала говорить, что вы увидите сейчас на мне в полной примерке. Там такие классные тапочки. Это натуральная кожа. Причем это Зара, которую я купила на распродаже. Их сейчас уже нет в наличии. Но что-нибудь подобное я вам посмотрю. Либо, если вы будете реально дома в таком луке, то вы можете просто надеть уютные мягкие тапочки. Тоже оставлю вам пару вариантов в инфобоксе. И по украшениям. Лично я считаю, что даже на домашней вечеринке нужно наряжаться и учитывать украшения. И к этому комплекту я выбрала вот такую вот цепь в золотом металле. Тоже, конечно же, я нашла ее у Poison Drop. Что я сделала? Эта цепочка идет с достаточно крупными, такими вытянутыми, посмотрите поближе, звеньями. Ни круглыми, ни супермассивными. И у нее хвостик, за который цепляется карабин, он имеет еще продолжение в виде нескольких звеньев. Которые, по идее, у нас идут сзади на спинке. Но я развернула его, и вот это продолжение опустила себе, опять же, в декольте. Смотрится здорово, вытягивает силуэт. Классно сочетается с пуговицами на кардигане, потому что там тоже золото. Мне очень нравится, что получилось. Давайте смотреть. Классно сочетается с пуговицами на кардигане. 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 Вот такой вот получился комплект. Опять же, надеюсь, что вам он понравился и вдохновит на какой-нибудь стильный, домашний, но при этом праздничный образ. И давайте теперь посмотрим опять что-то не то, что менее домашнее, мы дома наряжаемся, мы про это помним. Что-то более такое праздничное, более, может быть, женственное, более романтичное. И я говорю про вот эту блузку. Кто смотрел предыдущее видео на моем канале, где я, кстати, тоже делилась с вами идеями новогодних образов для разных типов фигур. Оставляла кучу ссылок для каждого типа фигур на конкретные вещи. Если вы его еще не видели, обязательно посмотрите. Ссылка тоже есть в инфобоксе. И там я была вот в этой блузке. Мне в комментариях писали девочки, что какой красивый цвет и как он мне идет. И я с вами, честно говоря, соглашусь. Но иначе я бы ее для себя и не выбрала. Действительно, очень красивая. Это стопроцентная вискоза. Она суперсвободная. Такие широкие рукава. Достаточно высокая манжета на одну пуговицу. И красивый, объемный, свободный бант, который можно завязать вот этими лентами. Можно просто завязать их на узел, перебросить. Можно оформить именно бант. Он будет у вас здесь сбоку. Он именно пришит сбоку. Это тоже твовсторис. Я в полном восторге. Это просто изумительная блуза. И опять же, носить ее можно с огромным количеством других вещей. Так же, как и предыдущий кардиган. Розовый, ярко-розовый. Здесь у нас скорее такой более пастельный цвет. Тот кардиган, естественно, с другими джинсами, с какими-то футболками вниз, не обязательно на голое тело. Эту блузку мы можем, помимо того варианта, который я сейчас покажу вам, надевать с брюками. Ходить так на работу. С юбками другими. Пожалуйста, с джинсами тоже. Белые, синие, черные. Все, что угодно. Под жакет убрать можно. Под какую-нибудь даже кожаную куртку на контрасте, романтика и такой гранж тоже можно. В общем, вещь классная. Садится изумительно. У нее еще спинка сзади. Видно вам? На пуговках. То есть, спереди у нее нет никаких застежек. У нее застежка идет именно по спинке. Там как раз расположены пуговки. Очень мне нравится. И эту блузку прекрасную я дополняю. Вот такой вот веселый. Просто сияющий, блистательный короткой юбкой. Видите, какая она коротенькая? Это Зарочка. Это текущая их новогодняя коллекция. Надеюсь, что она еще и с продажи. Буквально на прошлой неделе я ее покупала. Классно смотрится. У меня это размер XS. Все размеры по возможности я постараюсь не забыть и напишу вам тоже в инфобоксе. У этой юбки, она кстати не в пайетку. Я вам покажу материал ближе. У нее именно проклеена ткань такими в форме как соты, шестиугольники, крупные блестки. Назову я их так. И у нее сбоку, не знаю видно вам или нет, но в примерке их движения вы увидите. С одной стороны тоже есть бант. Его можно завязать самостоятельно. Вот эти вот хвосты, либо затянуть поуже тузел, и у вас... Тузел? Узел. И у вас эти хвосты поднимутся и будут покороче. Либо расслабить их, и они будут спускаться на бедро. Но они у меня завязаны вот примерно вровень с юбкой. Классная. Вообще не колется, очень комфортная. Она не на резинке, поэтому здесь нужно выбирать свой размер. Она застегивается сзади на замочек. К этому образу, как пару обуви, я выбираю вот такие вот классные босоножки, которые я тоже приобрела вот только что. Это снова Zara. Это их, по сути, получается текущая коллекция, наверное. Ну, наверное, новогодняя. Но на самом деле их можно будет носить и летом. Получается, у них здесь две тонкие перемычки. Невысокий каблучок, комфортный достаточно, устойчивый. Я не всегда люблю каблук под пяткой, потому что это иногда дает неустойчивость. Но здесь, в принципе, окей. И, соответственно, вот эти перемычки, они полностью в стразах. Удобные. Можно будет носить летом, плясать на летних вечеринках, гулять на свиданиях и так далее. Единственное, что с ними может случиться, это если вот эти вот стразы начнут вылетать. Но у меня пока что все окей. Так что вот такие вот туфляшки. И из украшений снова Poison Drop. На этот раз в серебряном металле. Вам сейчас, наверное, ничего не видно. Сниму их поближе. Обязательно покажу, чтобы вы хорошо смогли рассмотреть. Это такие, как бы, полукольца из широкого мятого металла. Очень аккуратные. Я их беру в вечерний образ, но они вполне себе подойдут. И на каждый день тоже. Сниму их поближе. КОНЕЦ! Субтитры сделал DimaTorzok Двигаемся дальше, мои дорогие, давайте снова что-то уютное, такое домашнее, комфортное, но в этот раз, если в прошлом домашнем образе у меня были джинсы, я знаю, что люди делятся на две категории, те, кто реально ходит в джинсах дома, им окей, им комфортно, им не жмет и не давит, и те, кто вообще не понимает джинсы дома, что мол, ну это же абсолютно некомфортно, и как раз таки жмет и давит. В любом случае, для всех, для кого как раз таки джинсы это не очень, но у вас там могут быть и какие-нибудь хлопковые домашние или шелковые, например, брючки с розовым кардиганом, в любом случае я приготовила еще один вариант комфортного, но в этот раз супер женственного и реально супер комфортного образа, потому что это будет комплект, в котором у нас есть вот такая абсолютно базовая, лаконичная водолазка. Это топ-топ, и это их линейка, которая делается в Португалии. Мне чем еще нравится топ-топ, что они проявляют инициативу в отношении экологичного, безопасного производства, разумного отношения к нашей природе, матушки, разумного отношения и выбора материалов. Я считаю, это прекрасная инициатива, и этим тоже нужно гордиться и помогать всегда поддерживать такие бренды. Здесь у меня, как я начала говорить, водолазка. Она достаточно длинная, у нее есть резинка снизу, но повторюсь, она длинная, поэтому ничего никуда не задирается. Рукава, тоже манжета на резиночке, но это просто база. Даже если вы купите ее одну и с чем-то из своего гардероба сочетнете, то вы потом, я думаю, все понимают, что сможете носить эту вещь не только в новогоднюю ночь, но и каждый божий день, куда бы вы ни собирались. Очень, кстати, удачный оттенок бежевого. Он не желтоватый, и он не голубоватый, не сероватый. Максимальный нейтральный, я думаю, что он подойдет всем. И к этой водолазке есть юбка, девочки. Трикотажная, в максимальной миди длине. Это не в пол, но это реально длинная миди. Вы на мне увидите, как она сидит. Очень приятный материал, очень гладкий. Он, я вижу, по крайней мере, по полотну, не должен у вас закатываться. И юбка идет на запах, девочки, с таким высоким, но не пошлым абсолютно разрезом, что, ну, это просто, боже мой, как красиво, как это женственно. Правда, без преувеличения. Она у вас завязывается на шнурок сначала внутри, вот здесь вот с одной стороны, а потом вы запахиваетесь, и с этой стороны остается две длинные. ленты, которые вы можете завязать просто на узел и расслабить их, оставить вниз, вот эти вот ленточки. Можно завязать на бант, добавить больше акцента бедрам. Водолазку я заправляю в юбку, делаю небольшой напуск. Получается, что обозначена талия, но при этом все очень мягко. И все настолько благородно и как-то интеллигентно. Еще и этот цвет, он так красиво сочетается с золотом, к слову. К этому комплекту, чтобы он не выглядел, ну, абсолютно таким, знаете, для многих трикотаж, это что-то скучное. Я так не считаю и показываю, потому что я могу в этом и Новый год встретить. И я добавляю еще и вот такие серьги. Посмотрите, как они сияют. Это золотые звезды. Что может быть более новогодним, более торжественным для новогодней ночи, чем такие сережки? Это серьги-грозди, но они абсолютно легкие, не тяжелые звездочки, плоские. Мне нравится, что они такие немножко несимметричные, по-разному расположены у них звезды. Это так классно смотрится. Это просто настроение оба Happy New Year. Я в восторге. Это, конечно, тоже выбрана и найдена на просторах бесконечных Poison Drop. По-боже мой, сколько там украшений. Для меня это каждый раз несколько часов выбора и поиска, когда я хочу что-то там себе заказать. Это красота. А на шею я беру то, чего уже нет в продаже. Ну, просто чтобы тут тоже что-то расположить с такими массивными серьгами, я бы не стала брать уже какую-то тяжелую цепь. С моей внешностью лучше выбирать что-то одно. Или крупные серьги, или крупные цепи. Потому что, ну, вот такая у меня скульптура лица. Если у вас лицо более выразительное, более крупное, вы можете брать все везде. Я же беру тонкую цепочку с полумесяцем. Я заказывала ее года два на Asos, и она сюда идеально вписалась, потому что звезды, полумесяц, прекрасно. Давайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Следующий вопрос, который я покажу вам в этой подборке, вы частично наблюдаете на мне с самого начала видео. Потому что это вот этот вот очаровательнейший просто жакет. И серьги, про них я тоже скажу. По поводу жакета, этот вид, это снова 12 Stories. Сразу скажу, откуда он и где его искать. У них этот жакет есть в двух цветовых вариантах. Полностью белый и вот такой, как у меня, немножко с розовинкой. Девочки, как мне нравится эта расцветка. Она такая нежная. Он укороченный. Вообще, вы знаете, у многих твит, для многих твит, это спорный материал. Потому что многие считают, что твит старит, добавляет возраст и делает любую девушку бабушкой. Тут есть несколько моментов. Все зависит от кроя, от цвета и с чем вы его сочетаете. Условно, если надеть очень такой квадратный, прямоугольный жакет в стиле Шанель, еще и с юбкой карандаш, например, чуть-чуть открывающий колено, как раньше это было модно, и взять такую массивную цепочку жемчуга, нитку жемчуга, то да, это может накинуть вам несколько лет, пяток, а то и десяточек. Потому что это такой образ, который вы создадите, он не про молодость будет. Здесь же у нас жакет мягкого кроя. Вот я сейчас даже, будет вам не видно мое лицо, зато видно, что мягкое плечо. Причем на мне размер сейчас XS, заметьте, он очень свободно сидит. Он укорочен, у него классные золотые, все вы это увидите, пуговицы. Он смотрится современно и свежо. Этот жакет, я, в принципе, его можно носить на голое тело, потому что он хорошо застегивается и ничего не будет видно. То есть, если вы не планируете его снимать или даже расстегиваться, можно вообще ограничиться нижним бельем и все. Но я под него, в этом образе новогоднем, добавляю еще вот такой вот молочный бельевой топ. Это, кстати, тоже Lime. И, по-моему, они у них в постоянной коллекции, потому что я их помню и полтора года назад, и сейчас они есть. Есть в разных цветах. Они двойные, если что, тоже они полностью дублируются еще одной тканью. Это плюс. В принципе, можно даже без белья надеть, если вам будет комфортно. Но, повторюсь, можно вообще и без топа в этом жакете куда-то выйти. И к этому жакету в моем гардеробе я нашла, и, признаюсь, я так обрадовалась, что у меня сложился такой образ. Вот такие вот очаровательные нежно-розовые брюки. Уже на сегодняшний день классической, можно сказать, формы, потому что это брюки с защипами, с широким вот таким ремнем из ткани. И в цвет пояс, кстати, ремень этот плотный. Он не такой дешево-картонный, как в Заре, но и не тряпичный. Это прям идеальный вариант пояса для меня. Они чуть-чуть заужены к низу, стрелка. Вот на них, мои хорошие, я не смогу вам оставить ссылки. Может быть, что-то подобное найду, потому что это топ-топ, но топ-топ в прошлой зиме. К слову о том, как давно я ношу и люблю этот бренд, в общем-то. Но брюки классные, возможно, есть что-то подобное. Я вам оставлю, может быть, в другом цвете. Сюда прекрасно подошел бы и молочный какой-то вариант. Или, может быть, если хочется прям праздника, я бы взяла вообще какие-нибудь леггинсы в золотые пайетки. Почему бы и нет? Но я беру вот эти вот брюшки. Они как раз на высокой посадке. Что важно, жакет укороченный, и низы на средней посадке будут смотреться не очень. У вас будет видно либо голое тело, если вы надеваете жакет на голое тело, либо какой-то ваш топ. Не очень. Лучше, чтобы вот прям горизонталь-горизонталь, или даже чтобы поясное изделие заходило немножко под жакет. Из украшений я выбрала вот такие достаточно крупные, но абсолютно легкие и воздушные за счет своего плетения серьги кольца в золотом металле с белым жемчугом. Это не нитка жемчуга, крупных жемчужин, или не очень такие классические, иногда даже скучные серьги-пусеты в виде одной крупной жемчужины. Хотя иногда этого хочется, но не здесь, чтобы не добавить себе возраста. Эти более игривые, более романтичные и воздушные, это тоже, конечно, польза дроп. Ссылка на них обязательно будет ждать вас в инфобоксе. И по аксессуарам я взяла в этот образ вот такую сумочку. Это Zara. И как я уже поняла потом, отсняв это видео для вас, эта сумка, видимо, и будет хитом сейчас в Zara среди их вечерней коллекции, потому что я уже потом видела ее у нескольких других девочек-стилистов или просто фэшенисток модниц. Не очень длинной такой золотистой тоненькой цепочки. Классный вечерний редикюльчик полностью в стразах. Они невероятно красиво сверкают при искусственном, собственно, вечернем освещении. Такое ощущение, что это просто Сваровский. Вот такая вот, компактная, мягкая, ну, хорошо смотрится. Она реально к очень многим вечерним образом подходит. Сваровский. 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 Как вам получившийся образ? Мне он очень нравится. И я бы с огромным удовольствием, конечно, так нарядилась куда-то. Это, может быть, даже не на Новый год. И, опять же, все эти вещи я прекрасно вижу, как можно носить по отдельности. Этот жакет, который на мне сейчас можно надеть хоть просто, опять же, с джинсами или с любыми другими брюками, белыми, да даже черными, может быть. В общем, да, есть куда выйти. Дайте только выйти. Давайте посмотрим следующий образ, пока у меня окончательно не стемнело. Это моя будет коронная фраза до весны, видимо. Этот образ мне тоже очень нравится. Он очень понравился моему оператору, моей девочке-фотографу. Она сказала, что я в нем просто куколка Барби. Вот если вам интересно, как я могу выглядеть куколкой Барби, то дождитесь этой примерки. Потому что на мне будет вот это просто обалденное. Оно реально кукольное платье. Оно короткое. Я не знаю, как вам показать это, не надевая на себя, но вы все увидите. На достаточно широких бретелях здесь не то чтобы бюстье, и для меня это плюс, потому что у меня очень небольшой верх. Здесь чуть-чуть складками расходится в сторону это бюстье, и даже добавляет как будто чуть-чуть объемчика. Отрез идет прямо под грудью, и дальше оно расходится крупными складками, и оно короткое. Атласное маленькое черное платье. Ну реально. Оно прям классное. Его надеваешь, и просто меняется настроение. Я перед тем, как примерить это платье, уже несколько других образов отсняла. Но когда ты надеваешь вот это, тебе хочется танцевать, тебе хочется блесток, мишуры, музыки, шампанского. Это прям класс, девчонки. Ну правда. Я очень советую это топ-топ. Я не помню, сказала я или нет, потому что я реально в полном восторге. Очень плотный материал, у него есть подкладка. Сделано очень классно, очень качественно, достойно. Сзади на молнии идет спинка. Прям рекоменд, рекоменд. Сейчас вы увидите его на мне. Добавляю я к нему из аксессуаров. Вот такую сумочку малышку, потому что она тоже игривая, тоже маленькая, кокетливая. Это Asos. Я покупала ее давно. Как минимум в прошлом году, точно не помню. Сейчас ее уже, по-моему, нет в наличии. Что-нибудь подобное я вам присмотрю. Стуфельки на мне будут те же, которые я вам уже показывала Зара, со стразами. Поэтому тут останавливаться долго не буду. Из украшений, поскольку декольте достаточно открытое, я беру как раз-таки массивную цепь. Это Poison Drop. И она у меня, по-моему, с лета. И, наверное, эту цепь я ношу практически чаще, чем все остальные свои массивные цепи. Настолько она универсальная. Если она еще есть в продаже, я не уверена, но я надеюсь, я посмотрю. Я вам обязательно оставлю на нее ссылку. Обалденная цепь. Я точно знаю, что у них были такие же серьги, у меня их нет. Но они тоже здоровские. Но вот цепь, это просто one love. А сережки я беру те же самые, которые у меня были в образе с розовой шелковой блузкой с бантом и юбкой в блестке. Давайте посмотрим, что получилось. Субтитры создавал DimaTorzok Обязательно поделитесь, как вам этот кукольный образ. Как вы считаете, как он мне? Я не напрашиваюсь на комплименты. Мне просто хочется послушать ваше мнение. Лично я себя чувствовала в нем органично. Всегда интересно услышать мнение со стороны. Как и всегда, прошу только об одном. Быть толерантными, уважать друг друга. А у меня для вас есть еще два образа. И тут, девочки, я реально хочу послушать ваше мнение. Потому что образы похожи. Но я не смогла выбрать, какой показать, а какой не показывать. И решила примерить оба. И хочу услышать, как вы считаете, какой мне больше идет. В первом комплекте, видите, я даже ценники еще не срезала, потому что я пока не решила. На мне будет платье. Это у нас будет тоже топ-топ. Оно классное. Из очень плотного материала. С акцентным плечом. Здесь еще плечико зашито. Есть небольшая сборочка. Плечико идет как фонарик. Аккуратный, не сильно огромный. Оно идет на запах. И оно короткое. Вы увидите, все на мне смотрится классно. Эффектно. Мне очень нравится, как оформлена деталь юбки. Она идет в нахлест. И нахлест такой формы, что ноги вытягиваются. Это очень классный прием. У него отрезная талия. Лаконичная. Ничего лишнего. Замечательное платье, в общем-то. Это платье смотрится торжественно. Еще и естественно за счет своего цвета. И к нему так много уже не нужно чего-то добавлять. У него и плечи акцентные. И в вырез есть вот это вот декольте красиво оформлено. И талия. Опять же ленты, которые завязываются на бант. Плюс оно короткое. Вот чего-то сложного к нему совсем не хочется. Поэтому я взяла опять же эти диско-вечериночные босоножки. И единственное, что я добавила, это серьги. Они опять же у меня использованы дроп. Но мне кажется, что их я заказывала, наверное, еще весной. И они тоже шикарно подходят под любые вечерние мероприятия. Если вдруг они есть в наличии, я оставлю на них ссылку. Если нет, я посмотрю для вас что-то похожее. Просто хотелось взять акцентное что-то именно в уши. И даже на декольте я уже особо никакой нагрузки не возлагаю. Давайте посмотрим этот образ. И ждите следующий. Потому что, как я сказала, я хочу ваше мнение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так. Интересно, видно ли вам сейчас. Давайте я расскажу. Во-первых, тоже идет сборочка по плечу. Чуть-чуть совсем акцентировано плечико. Небольшие там идут складочки. И край рукава. Посмотрите, какая романтичная манжета. Я просто себя чувствовала в нем, девочки. Царевна и лебедь не меньше. Дальше. Декольте у нас идет V. Оно не на запах. У него есть кокетка под грудью и ряд жемчужных пуговок, которые спускаются, ну, примерно до колена. И дальше идет разрез. Оно двойное. То есть, я не могу сказать, что оно с подкладкой, потому что оно просто полностью продублировано. Это очень интересно. У него юбка. Я не знаю, видно это или нет. За счет этого она очень классно смотрится в динамике. Она именно идет двойной тканью, цельной. Это реально восхитительно. Когда я первый раз его надела, я подумала, что я бы в таком и замуж могла выйти. Я уже вышла. Поэтому кому-то из вас, девочки, если вы планируете торжество, я реально могу советовать такое платье, как свадебное. Это современно. Это с небольшим современным налетом ретро. В этом что-то есть. Вы сейчас посмотрите. И это очень красиво. И, собственно говоря, сейчас вы увидите на мне, что мне хочется услышать. Это ваше мнение. Какое платье стоит оставить себе? Какое, как вы думаете, идет мне больше? Лично мне сложно выбрать. Помогите мне определиться. Мне будет интересно послушать ваш взгляд со стороны. А по украшениям к такому нежнейшему, элегантному платью, опять же, ничего крупного, ничего тяжелого, ничего экстра добавлять не хочется. Либо сюда хорошо к этому платью подойдет жемчужная какая-то история, потому что есть жемчужные пуговки. Либо, как я выбрала, очень аккуратные серьги. Я вам покажу их сейчас поближе в макросъемке. Они такие классные. Я их уже сейчас стала носить практически каждый день. Мне очень нравится, что они асимметричные. Моя любимая это та, которая чуть-чуть подлиннее. Вы могли видеть на мне, ну, если кто-то очень внимательный, эти сережки на одной из фотографий, опять же, в инстаграм, в посте, это смотрится прям просто как дорогое ювелирное украшение. Это тоже польза дробь, конечно, потому что там есть все под любой вообще образ, тип внешности, повод, все, что угодно. Золото, серебро и так далее, сочетание разных металлов. И вторая сережка, она идет более лаконичная. У нее просто такая одна, как будто палочка вниз. Но на самом деле я еще планирую попробовать вот эту вот свисающую надеть с бриллиантовым гвоздиком. Другое ухо, мне кажется, тоже они должны красиво сочетаться. Давайте посмотрим, как это все выглядит вживую, в динамике на мне. И напишите обязательно мнение по поводу платья. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, собственно, вот такой вот образ получился. Надеюсь, что вас он вдохновит. Может быть, кому-то реально нужно платье на торжество. Тот самый заветный волшебный день в жизни. Я реально считаю, что вот это вот платье с жемчужными пуговками и стоп-топ, оно более чем достойно. Это платье современной невесты. Но, опять же, оно у них есть не только в белом цвете. Поэтому это не исключительно платье невесты. Это вообще просто вечернее красивое платье. И оно мне очень нравится. Я вот думаю. Поэтому напишите мне. Ну что, мои дорогие, на сегодня это все. Я надеюсь, что вам понравилось. Я сама вдохновилась. Правда. Вот есть эта фраза, что не нужно ждать, когда кто-то создаст вам новогоднее настроение. Не нужно пытаться почувствовать какую-то магию где-то. Ну, можно. Но это не главное. Нужно создавать себе, в принципе, свое настроение самим. Не знаю почему. Меня сейчас очень трогают эти слова. И у меня не было новогоднего настроения, если честно, до того момента, как я не сделала эту съемку для вас. Поэтому я вам даже благодарна за то, что вы у меня есть. За то, что у меня есть повод создать это новогоднее настроение вам. Создать его себе. Поделиться радостью, поделиться улыбкой, поделиться вдохновением. Я надеюсь, что вы это приняли, что вы это почувствовали. Что, возможно, вы увидели какую-то классную вещь для себя. И действительно встретите в ней Новый год. И вспомните меня в этот момент. Я буду очень рада, если кому-то из вас я была полезна, кого-то вдохновила. Я благодарна вам за то, что вы у меня есть. Если вы первый раз оказались у меня на канале, обязательно подписывайтесь. У нас здесь очень душевно. Видео выходят регулярно. Я делюсь своими мыслями, идеями, находками и просто полезной информацией о моде. И не только. И мы с вами увидимся совсем скоро в следующих видео. Не только про Новый год, но и про него тоже. До скорых встреч. Берегите себя. Пока. Субтитры подогнал «Симон»